Есть у нас такая неутешительная новость о том, что число злостных неплательщиков за услуги ЖКХ приблизилось к 8 миллионов. Значит, эксперты объясняют это проблемами с падением реальных доходов граждан и неудовлетворительностью работы обслуживающих организаций. Друзья, это закономерное продолжение той катастрофы, социальной, экономической, как следствие политической катастрофы, которая, собственно, только лишь по этому курсу может идти. Почему курс и продолжение может быть таким? Потому что власть создала соответствующие условия. 8 миллионов граждан вдруг перестали платить за услуги ЖКХ. На минуточку у нас 70 с небольшим миллионов трудоспособного населения. Посчитайте, это больше 10%. Это уже ужасные результаты. Почему они перестали это делать? Ну уж точно не потому, что им, я не знаю, скучно. Или они отвлечены нету на это времени. Или их там не устраивает качество услуг. Их не устраивает качество услуг ЖКХ. Эта сфера у нас подвергается жуткому износу. Но не платят они ни поэтому. Не платят они, потому что у них чудовищным образом ежегодно снижается уровень благосостояния. То есть, иными словами, за те 30 тысяч или там 20 тысяч или там, может быть, 50 тысяч, которые они получают, они могут купить меньше хлеба, меньше молока, меньше электричества. Они могут меньше литров бензина приобрести для своего автомобиля. Естественно, они расставляют приоритеты. Если у нас сегодня граждане большую часть своей зарплаты тратят на продукты питания, значит, все меньше и меньше средств остается на другие нужды. По-моему, по статистике, в среднем порядка 30-40% от общего дохода семьи идет на оплату услуг ЖКХ. И эти услуги растут. То есть, естественно, денег не хватает. Значит, все больше и больше людей вынуждены не платят по своим обязательствам. К чему это будет приводить? Это будет приводить к тому, что коммунальные монополисты, предприятия и компании, которые работают в сфере ЖКХ, будут эти деньги истребовать через суд. Но у людей все равно этих денег нет. Иными словами, будут приходить и арестовать имущество, будут какие-то другие репрессивные меры. И вот это крайняя необходимость, вот это обострение того положения. Ведь до этого, ну согласитесь, да, может быть, нищета, но она стабильная. То есть их никто не трогает. Они сидят дома и просто недовольны. Они сидят дома и просто недоедают. Они болеют, и у них там не всегда есть деньги на лекарства. Вот эта относительно такая закостенелая, относительно стабильная картина, она в совершенно иную форму сегодня перетекает. В какую? Что к ним в дом против их воли зайдут люди, которые будут претензии в их адрес высказывать. И будут влиять на их жизнь, будут забирать то благо, тот уровень минимальный, но тем не менее уровень комфорта, который у кого-то остался. И вот это та объективная, тот объективный фактор, то материальное, общественное бытие, которое будет формировать их сознание. То есть от ура патриотичных настроений, люди, которые живут в нищете, ветховариножилье, которых нет денег на то, чтобы коммуналку оплатить, зато мы Америку побеждаем, зато там Байден наконец получит свое. Они будут мысленно переходить в другое направление. Они будут говорить, слушай, ну да, Байден, наверное, получил, но только вот у меня холодильник забрали. Да, Байден получил, но пришли приставы и забрали игрушки у моих детей. Пришли приставы и забрали микроволновку или газовую плиту. Пришли приставы и арестовали мои карты. И вот эта нужда, она будет формировать то чувство нетерпимости, которое, собственно, в обществе неизбежно созреет. И вот эта объективная реальность, объективный фактор, должен наложиться на субъективные обстоятельства. Какие субъективные факторы? Та сознательная, прогрессивная часть общества, которая вооружена передовой идеей, которая может предложить всем остальным настолько крутой, настолько понятный каждому, настолько приемлемый для каждого адекватного человека путь, выход из этой катастрофы, которая, собственно, будет единственной возможностью и вариантом для того, чтобы наша страна смогла существовать дальше, чтобы она сохранилась как единое целое, чтобы вот этот путь был гарантией для достойной жизни каждого человека. И на этом пути будет много жуликов, которые будут нас пытаться обмануть, да? Многие ряженые, которые будут играть в оппозицию, там, какие-то роли, которым власть диктует, значит, исполнять. И здесь от людей требуется очень большой уровень подготовки, очень большой уровень теоретического, идеологического развития и формирования. Ровно этим мы с вами здесь и занимаемся. Объективные обстоятельства, они зреют прямо на наших глазах. И вот из этой новости это очень хорошо видно.